Доброй ночи! Сейчас ночь на Лугносад, на 1 августа, на кельтский праздник, когда все зажигали костры и шли к вершинам. Но сейчас мы обращаемся не к Лугу, а к Брану. Бран – величайший из пророков, такой же, как Бакаба Майя, как Феб, под чьим руководством жили 800 лет греки, не руководствовались. Так вот, кельты, они же современные французы, англосаксы, вся Европа, Австралия, получается, Канада и Америка, они жили под пророчествами Брана. Он исток именно англосаксов. И до сих пор он им покровительствует. И, как видите, очень неплохо. Так вот, сегодня ночью расклад к нему, чтобы он подсказал, где найти ответ на мучающий вопрос. Или открыл глаза. Но открыл глаза – это вовсе не значит, что вам открыл глаза, где у вас кошелёк с золотом лежит, за каким перекрёстком. Может быть, на самую важную проблему в вашей жизни. Может, на ваше предназначение. А может, чтобы вы посмотрели на своих родственников. Или на друзей. Или посмотрели, чем вы занимаетесь. И как у вас складывается жизнь. В общем, это совет от пророка. И в любом случае, нравится он вам, не нравится. Запомните его. Советы пророков самые важные. И не бывает пророчеств многотомных. Я вам рассказывала, что какой ответ мне дал Настердамус. Это не зашифрованные. Или они дают зашифрованные такие катрены, которых понять через сотни веков непонятно. Через века непонятно, что там написано и что было в реальности. Или говорят очень кратко. Несколько слов. И в любом случае, уж это запомните. Да, он дает свое пророчество всего. Вообще пророки дают пророчество обычно 1-2 раза в год. Вот Бран дает на свои праздники. В следующий раз это будет Хэллоуин. Так что давайте загадывайте свой вариант. Можете загадать на своего близкого или на второй мучающийся вас вопрос. Загадывайте свои вопросы. Но, может, он ответит на ваш конкретный вопрос. А может, на что посчитает важнее. Но вы услышите его. Кажеты лежат в таком же порядке, как вы видите. Камера не зеркальная. И у нас будет денежная лягушка. И ядовитая в то же время лягушка, как все пророчества. Так что спрашивайте. Спрашивайте, в чем смысл вашей жизни. В чем ваше предназначение. И что вы не успели сделать. И что вы должны сделать. Это более важно, чем ответы на какие-то вас мучащие вопросы. Может, вам это сейчас кажется сверхважным. Расходиться или не расходиться с мужем, с женой. А на поверку окажется, у вас этого вопроса нет. Вы уже или разошлись, или совершенно не собираетесь расходиться. В реальности и ответ придет на другой вопрос. Так что загадывайте. На два вы можете открыть. И на другого можете загадать. Тоже какой-нибудь. Как будет у светы. Или как это. Как победить врага. Тоже можете. Вот такая инструкция. И я открываю карты. Кому не хватило времени. Ставьте на паузу. У нас лягушка. Даже лапкой наступила на карту. Так у нас первый вариант. Тут суд. И повешенные. Повешенные. Перевернутые еще. И рядом с картой высших сил. Это их энергия. Но он сказал, что сейчас в мире идет суд. И все поэтому ожидают в состоянии повешенного как-то. Высший суд. Говоря языком северным. Северный рагонарек. Суд мира. Поэтому в мире столько бед. И еще он говорит, если у вас суд, они тоже в состоянии повешенного. Они ничего не могут сделать. Но и вы не можете продвинуть. И сейчас вы не можете продвинуть очень многие свои дела. Именно потому, что у вас стоит повешенный. Но повешенный стоит, чтобы не стало хуже. Это тормоз. Сейчас болото. Чем больше движений, тем глубже идешь ко дну. Видите, тут валькирия. Это такой суд. Это последний. Это уже валькирия собирает павших. Вот чтобы с вами этого не было, у вас тормоз. Потому, что сейчас, иначе вы попадете на жертву. Если вы спрашивали о своем враге, то он сейчас под пристальным вниманием высших сил. И они тоже рассматривают его участь. И все его деяния. И вы можете обратиться к высшему суду и апеллировать. Изложить все свои горести и печали к своему суду небес. И рассказать, как вас эти люди мучили и что они вам делали. Сейчас у каждого взвешивают все его деяния. И вам надо перебрать все, что вы сделали в жизни и обдумать. Вот такое время он посоветовал. Сжечь мосты и корабли. Еще он говорит, что вы переедете. Кто хочет переехать, вы переедете. Вы покинете это место. Четверка Пентакля, горящий корабль. Вы переедете. Кто хочет переехать, он уедет. Кто боится погибнуть. Вот вы застыли. И он предупреждает, что любой тормоз, значит, у вас чего-то не получается. Разлаживается то, чтобы вы не стали жертвой. А жертва это очень плохая еще и смерть или очень плохая судьба. И это время вот вам обдумать. Пока не загорится ваша счастливая звезда и не взойдет ваше солнце. Оно взойдет. Повернется, уйдет повешенный, взойдет ваше солнце и загорится ваша счастливая звезда. Можно сказать, кораблик вашей жизни спасется. На то время Рагнарёка, Высшего Суда и все... И вот он дает такой совет, что переберите то, что вам сделали и что вы сделали. И что вы можете исправить, обдумайте. Вот такой он дал совет. На то время, когда жизни размышляют. И не получается чего-то делать. И сжигают мосты с плохим. Это отъезд из прошлого. Он или, скажем так, эмоционально-моральный. Расстаетесь с людьми. Или в реальности отъезд. Что делает Валькирия? Забирает Волгару. Тут это не в буквальности, а либо отъезд, или вы как-то взвесив все, рветесь чем-то с прошлого. Но это именно, когда взвешивают все поступки. Если принимают суд в вашу пользу, ваша счастливая звезда с Солнцем зайдёт. И ваша жизнь наладится, опять запустится. Так что это временный тормоз. Вот такой первый вариант. Мы прощаемся, переходим ко второму. Не забудьте поблагодарить. У нас второй вариант. Король Жезлов и карта Высших Сил перевёрнутая. Он вам посоветовал обратиться к тёмным за защитой. Если вы хотите помощи, это к тёмным. Тут карта чёрная Высших Сил и перевёрнутая. Что вам нужна защита? Он посоветовал для вашей энергии, для здоровья, для жизненных сил. Что ещё? Вам где-то год нужна защита от любых неприятностей и убытков. Но вам её дадут. Но именно вам нужна защита тёмных, чтобы они отводили... Он тоже тёмный. Отводили любые неприятности от вас. И забирали негатив. Вот что он посоветовал второму варианту. Как это сейчас листают те книги судеб, боги, где препятствия, решения и нужда. Поэтому мир нищает. И он будет нищать. Ему как бы ничего не поможет. В мире идёт падение. И чтобы вас это как можно меньше затронуло... Вам нужно сбрасывать неприятности через тёмных, не через светлых. Тут очень это чётко показано. От болезни. От предательства. От одиночества и лишений. От поражений. Вот это всё они могут... Трудное время. Просто трудное время. Вот в такое вам нужно именно сброс неприятностей. Если вы не действуете по какой-то причине, то это именно потому, что вас охраняет. Вас охраняет от болезни, от проблем. То есть при любых проблемах вам тут нужно просто сбрасывать. Вы не пересидите, а регулярно обращаться и сбрасывайте. Для непрактиков, кто это не умеет. Старайтесь побольше жертвовать. Когда у вас начинаются какие-то неприятности, несите в храм цветы. Несите пожертвования. Оставляйте пирожные в парке, на скамейке, там, где их подберут люди. То есть делайте, как можно больше сбросов пожертвов. Если вы не умеете, причем не конкретно оставляйте там или животным собаку очень хорошо кормить или животным, или оставляйте вот на выбор силы, там, очень хорошо пирожные оставлять. Купить, оставить пирожные, хорошие конфеты, хорошее печенье открыть, оставить где-то в парке. Так, чтобы это подобрали люди. То есть вот не конкретно, а тому, кто подберет. Деньги можете оставить тоже. Тому, кто подберет. То есть это ваше доброе дело. Вы тоже можете. Это вот такой ваш. Вам нужен сейчас сохран. И снятие неприятностей в течение года. Вот вы можете так. А практики обращаются напрямую к темным. Если вы не практик, не рискуйте и не суетесь. Говорит, это не все так просто. Книга заклинаний тут мало помогает. Ну, а если у вас уже начались несерьезные неприятности, обращайтесь за помощью. Вот такой он дал совет. Но лучше не доводить до этого сначала. Имейте в виду. То есть совершайте вот такие пожертвования. Все время не конкретным людям, а как бы вот к тому, кто подберет. Чтобы сила могла распорядиться, кому ваш подарок перейдет. Вот такой второй вариант. Не забудьте поблагодарить, а мы прощаемся. Переходим к третьему. У нас третий вариант. Жрица перевернута и умеренность перевернута. Умеренность самая интересная тут у Фрея. У Фреи с чувствами все в порядке, с красотой. А вот у жрицы все в порядке с головой. Скажем так, с умом. Ну, тут это тоже богиня изображена. Интересно, что даже более красивая, чем Фрея. Перевернутая жрица. Он говорит, что вы гармоничная личность очень. Тут и внешность развита, и общение, и с разумом. Все в порядке. Вы идете верным путем. Вы верно выбрали. Но сейчас ваш путь такое ограничение. Ничего с этим нельзя сделать. Вы не можете соскочить на резкое благополучие. И за знания надо платить, как бы и за любовь надо платить ограничения. Если вам отпущено знание и отпущена любовь, то в чем-то вы должны платить ограничения. Ничего тут нельзя сделать. Но он сказал это не навсегда, а периоды. То есть у вас такие периоды есть ограничений. Это оплата, потому что вам даровано очень много знаний и дарована любовь. Если вы выбрали богиню любви, то у вас с личной жизнью все в порядке. Пусть даже вы и недовольны, но тем, что вы недовольны, другие были бы счастливы безмерно. И более чем. Вы счастливы в любви, вы счастливы в знании. И периоды такие лишений, это как раз оплата больше за любовь даже, не за знания. То есть вы счастливы в личной жизни, а в чем-то вас ограничивают. И это будет постоянно. И вам кажется, что часто положение ваше хуже некуда, но это не так. И это пройдет. За счастье в любви люди платят очень дорого, головой даже. И судьбой, и головой. У вас и внешность хорошая, и любовь счастливая. Колесо фортуны с норнами. Он говорит, определитесь четко, что вы хотите. Очень четко сформулируйте свои желания, запишите даже их. Вычеркните лишнее. Положите их перед собой. Практики на алтарь, другие просто на стол. И вычеркивайте по пунктам. Что вам в реальности, в жизни нужно. Чтобы чувствовать себя легко и независимой, в то же время у вас был. Что вы выбираете? Свободную жизнь, независимую. Или больше ограничений, каких-то больше благ, но и больше проблем, ограничений. То есть, вычеркните. Но и этот период ограничений у вас закончится. Вы освободитесь. Вы придете к правильному решению. Но он сказал, вы выполните вот это. Что вы хотите? Наметьте свой план. Вы его реализуете. У вас сейчас такая линия, что норны вам открывают ее. По колесу судьбы, по судьбе. Вы достигнете своего желания, своей цели. И материальной в том числе. И будете более свободны и независимы. Но вот в противовес, этому такие в чем-то идут ограничения. И у вас еще идут они по очень мягкому пути. Это самая, в общем-то, мягкая карта с Фреей. Умеренностью, с любовью. То есть, она сама по себе, карта Фрея, она сама по себе достаток. И счастье. И ограничение, это счастье. Это не то же, что карта, просто ограничение такого реального. Если бы тут стояла обычная карта. То есть, это гораздо больше. Это достаток выше среднего. Любовь выше среднего. Хотя вы склонны жаловаться и плакаться на судьбу. Ну, так уже есть. Ну, вы достигнете своей цели. Но вы определитесь, чего вы хотите. И он посоветовал. Единственное, составьте себе такое, чтобы вы могли... Чтобы жизнь у вас была свободная и независимая. У вас это непременные условия. Ничем другим вы не будете удовольствоваться иначе. Вот такой третий вариант. Не забудьте его поблагодарить. А мы переходим к четвертому. Прощаемся. У нас четвертый вариант. Туз Кубков и Тройка Пентакли. Перевернутый. Самый благоприятный вариант. Сказал вам, что вы выиграли дом. Дом и здоровье. Кому нужно здоровье, вам придет исцеление. У вас идет исцеление. Туз Кубков. Если вы хотите получить весть о своих родных и близких, о своем доме, вам идет весть. В ваш дом приходит весть. И весть положительная. Тройка Пентакли. Очень хорошая. Если вы мечтаете оформить бумаги на дом и на свою недвижимость, вы оформите ее. Кто мучается? Все, что связано с недвижимостью, оформлением бумаг, вы оформите. Ну, тут еще и башня вмешивается. И башня, и в то же время шестой аркан. Восемнадцатый аркан. Ну, у вас какие-то потрясения. Или с недвижимостью, или с родиной. Очень-очень сильные вы пережили. Но, тем не менее, у вас очень хорошая линия недвижимости. Вы можете... Тут очень многие покинут свой дом и поменяют его, переедут. Поменяют родину, поменяют дом. На более лучший. Получение новых документов. Начало накопления нового имущества. Еще говорят, что у вас ждут очень резкие, тут восьмерка мечей, мгновенные перемены. Вы достигнете своей цели. Если вы строите дом, вы построите, но через какой-то промежуток времени. У вас вначале не получится, потом вы резко довершите. Если вы не можете найти семью, то вы пережили крах или переживете его распад и после создадите другую. Тут сперва идет как-то... Или долгое оформление со срывом документов. Связано с недвижимостью, с домом. Или с семьей. Или родиной, или семья, или недвижимость. Вы переживаете крах очень сильный и находите себе на новом месте. То есть, если с документами, то что-то там, какие-то есть подводные камни, ну, они уладятся. Но, тем не менее, это самое благоприятное. По-любому вы выбрали туз кубков, еще, это говорит, вам придет подарок. И подарок придет в виде финансов. Или дорогого украшения. Девятка Пентакли перевернутая. Деньги у вас будут, и здоровье у вас будет. И еще есть тут, что вам издалека придет известие, что у вас в роду родился ребенок. Это тоже вот в некотором. Или ребенок, или недвижимость, или смена родины. Вот тут такое идет. Каждому придет свое, но очень многие испытают это все вместе. очень многие. По четвертому варианту вас ждут большие перемены, но он их рассматривает как благоприятные, и вы тоже рассматриваете, в итоге рассматриваете, как благоприятные, он сказал. И еще он сказал, то, что вы проходите сейчас, это карма вашего рода и карма вашего народа. Вы как бы проходите вместе со своим народом и отрабатываете за свой род. Причем не за свои прошлые воплощения, а именно за свой род. За тот путь, который когда-то выбрал ваш род и обдумывается, а вы хотите ли идти таким путем или хотели бы чего-то другого. насколько вы согласны идти за своим родом. Или у вас свой путь. Он сказал, что вот в этом вопросе, когда вы его решите и поймете, о чем речь, вам сразу будет понятно, как поступать и у вас пойдет на улучшение. Потому что человеку вовсе не обязательно найти путем рода и решать все его проблемы. Это не обязанно. Вы уже искупили это. И вы можете сойти с этого пути и сказать, что вы не хотите. У вас свой путь. Это ваш выбор. Вот, в общем-то, это его такая подсказка и он больше говорить не будет. Не забудьте его поблагодарить и мы прощаемся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok